Вселенная – это огромное полотно, которое скрывает в себе массу загадок. Планеты вроде Земли, Марса или Венеры – только песчинки во всем космическом многообразии. И в самых удаленных его участках могут встречаться такие небесные тела, чьи характеристики практически не поддаются научному объяснению. Я хочу предложить вам отправиться к самым странным и самым удивительным объектам нашей Вселенной. Узнать про магнитар, про ближайшие звезды, поговорить о темной материи, про великие космические стены, варп-двигатель и самую большую звезду в известной Вселенной. Наш путь будет быстрым, захватывающим и интересным. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Космо. Первый космический. Дорогие покорители космоса, корабль начнет полет ровно через одну минуту. И пока вы дожидаетесь пуска, я хотел бы рассказать вам про кино, которое скрасит путешествия, если наш полет задержится. Документальный фильм «Профессии будущего» – это картина, которая рассказывает истории пяти школьников. Кирилл в свои 18 является успешным разработчиком. Кристина занимается созданием инновационного браслета, а Александра тренируется в проектировании антропоморфного робота. Авторы картины создали это кино, чтобы вдохновить тех, кто только начал свой путь. Но при этом остальные зрители также могут хорошо провести время за просмотром, ведь фильм уже собрал хорошие отзывы. Кинолента находится в открытом доступе, а ссылка указана на обратной стороне вашего билета. Или, как говорят у нас в космосе, в описании под видео. За последние 50 лет человечество несколько раз сталкивалось с феноменальным излучением, пришедшим из далеких областей космоса. Но, как нередко бывает в случаях с космическими открытиями, астрофизикам не сразу удалось идентифицировать источник. 1979 год. Три американских спутника Велла, следящие за проведением ядерных испытаний на Земле, регистрируют необычный гамма-всплеск. 92-й. Астрофизики предполагают существование неизвестного науки небесного тела с огромным коэффициентом электромагнитного излучения. 98-й. Вспышка в созвездии Орла. Множество измерительных приборов фиксируют необъяснимую аномалию, источник которой находится за десятки тысяч световых лет от нас. 2004-й. Все мировые телескопы на короткое время ослеплены. Менее чем за секунду через каждый квадратный сантиметр в Солнечной системе проходит волна гамма-излучения. Крупнейшая вспышка за всю историю наблюдений. Но сегодня мы максимально близки к тому, чтобы, наконец, объяснить природу этого открытия. Магнитар – это нейтронная звезда, обладающая невероятно сильным магнитным полем около 10 в 13 степени Тесла, что почти в триллионы раз больше электромагнитного излучения Земли. И одно из самых редких и действительно опасных явлений, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Когда время существования сверхмассивной звезды подходит к концу, происходит взрыв сверхновой. И среди множества вариантов развития событий есть только один, при котором звезда может стать магнитаром. Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни слышал о русской рулетке. По правилам игры в барабане револьвера один патрон. Вероятность того, что он выпадет при нажатии на курок, крайне мала. Но когда это происходит, последствия приобретают поистине крышесносный оборот. Впрочем, споры ученых о том, что представляет из себя этот вариант, не прекращаются до сих пор. Согласно первой теории, на формирование магнитара влияют внутренняя энергия звезды и сила ее вращения. Если нейтронная звезда появляется в момент быстрого вращения, то внутренняя энергия такой звезды и сила ее вращения, имеющая огромное влияние в первые несколько секунд, вместе создают мощное магнитное поле. В науке такой процесс получил название «активная динамо». Но существует и другая теория. В результате процесса аккреции магнитар может получить энергию от другой звезды. Исследователи обнаружили движущийся магнитар, который в будущем покинет нашу галактику. Большинство перемещающихся звезд, которые мы знаем, приобрели свою траекторию в результате взрыва сверхновых в бинарной или двойной системе. Это значит, что между двумя звездами такой системы, имеющими общий центр масс, в момент вращения происходит процесс аккреции. Материал одной звезды постепенно перетекает на другую. В этом случае потенциальный магнитар получает свой источник энергии. Примерно как с баскетбольным мечом, который кружится вокруг кольца. Рано или поздно он упадет, но процесс вращения заранее определит направление этого падения. Магнитары очень быстро крутятся вокруг своей оси. Их скорость колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч оборотов в секунду. В то же время их размер рекордно мал. Как правило, диаметр магнитаров достигает всего 20-30 километров. Для сравнения, диаметр Луны равен 3474 километрам. То есть примерно в 173 раза больше, чем у среднестатистического магнитара. Однако с массой все устроено намного сложнее. Магнитар с радиусом 15 километров, несмотря на свои размеры, будет значительно тяжелее нашего Солнца. Считается, что именно его чрезвычайно сильная внутренняя плотность служит причиной высокого магнитного излучения. Например, 1И1048.1-5937 – аномально-рентгеновский пульсар, расположенный в 9000 световых лет в созвездии Киль. Звезда, из которой сформировался магнитар, имела массу в 30-40 раз больше Солнечной. Плотность материала на этих звездах настолько велика, что колпачок от шариковой ручки весил бы миллиарды тонн. И если бы человек оказался на поверхности, его бы расплющило в считанные секунды. Несколько лет назад астрономам из НАСА удалось зафиксировать явление, вошедшее в историю как звездотрясение. Благодаря космическому гамма-телескопу в Ферме ученые получили данные о мощнейших всплесках рентгеновского излучения, источником которых был магнитар SGR J1550-5418. Магнитное поле звезды настолько велико, что иногда в ее коре происходят разломы и высвобождается огромное количество энергии. Такое звездотрясение порождает пульсирующий электрический ток. Теоретически, если бы такой магнитар на пике своей активности оказался в пределах Солнечной системы, мы бы даже не успели заметить угрозу. Озоновый слой Земли вместе со всеми формами органической жизни, населяющими планету, был бы стерт в течение нескольких сотых секунды. Но, к счастью, ближайший от нас магнитар находится на достаточно безопасном расстоянии. Впрочем, к магнитару невозможно приблизиться не только из-за гравитационных свойств его ядра и энергетических вспышек в период звездотрясений. На расстоянии сотни тысяч километров его магнитное поле в своем стабильном состоянии может выводить из строя электроприборы, а любой объект, оказавшийся ближе тысячи, расщепить на атомы. Для того, чтобы систематизировать разницу в излучении, ученые решили разделить магнитары по двум классам с помощью аббревиатур. Именно их можно встретить чаще всего в любом астрономическом каталоге. SGR – Soft Gamma Repeater, что значит «мягкое гамма-излучение». EAXP – Anomalous X-Ray Pulsar – аномальный пульсар с рентгеновским излучением. Фактически SGR и EAXP – это разные фазы жизни одного и того же объекта. Ученые полагают, что первые 10 тысяч лет магнитар – это SGR – пульсар, видимый в обычном свете и дающий повторяющиеся вспышки мягкого гамма-излучения. Но с течением времени он теряет свои свойства, исчезает из видимого диапазона и показывается нам уже только в рентгеновском – в качестве EAXP. На сегодняшний день среди миллиардов нейтронных звезд по разным источникам нам известно от 30 до 150 потенциальных магнитаров. В Млечном Пути их около 12. Магнитар является источником мягких гамма-всплесков и в случае звездотрясения грозит нам только легкими изменениями в верхних слоях ионосферы. Из-за небольшой величины магнитаров, а также их удаленности от Земли, наблюдать такие звезды при помощи обычных любительских телескопов невозможно. Для их изучения чаще всего используют метод инфракрасного или рентгеновского сканирования неба. Впрочем, благодаря тому, что они излучают интенсивное магнитное поле и радиацию, обнаружить эти звезды с помощью приборов – задача намного проще. И именно такое событие произошло несколько лет назад, в 2013 году. Астрономы объявили, что нашли магнитар, который находится близко к сверхмассивной черной дыре, прямо в центре Млечного Пути. Обнаружить звезду удалось благодаря нескольким орбитальным телескопам, в том числе Космической рентгеновской обсерватории Чандра. СГР-1745-2900 находится на расстоянии всего 0,3 светового года от края черной дыры. И на сегодняшний день это единственная нейтронная звезда, которую удалось обнаружить вблизи объекта такого масштаба. Астрономы следят за магнитаром СГР-1745-2900 с момента его открытия. И несколько лет назад было объявлено, что уровень его рентгеновского излучения значительно ниже, чем у звезд этой же группы. Новость тут же вызвала массу дискуссий. Может ли причиной этих изменений быть близость к черной дыре? После двухлетних исследований астрофизики, наблюдавшие за СГР-1745-2900, пришли к выводу, что расстояние в 0,3 светового года все-таки недостаточно для того, чтобы между черной дырой и магнитаром происходило какое-либо взаимодействие через магнитные или гравитационные поля. И, вероятнее всего, причина кроется в чем-то другом. Продолжительность жизни магнитара не очень велика – всего около миллиона лет. И затухание магнитного поля за время его существования вполне естественно. Некоторые ученые предполагают, что такие процессы могут приводить к изменению статуса звезды. В этом случае магнитары могут менять свой класс, вспыхивать чаще или реже, истощать запас вещества, а значит, переходить из категории SGR в AXP. На закате своего существования звезда, когда-то бывшая магнитаром, но пережившая распад своего магнитного поля, может даже стать тепловой нейтронной звездой. Пока таких объектов известно всего около семи. По своему числу, эта группа звезд получила название The Magnificent Seven. И, возможно, каждая из них когда-то была одним из самых опасных объектов далекого космоса. Но для того, чтобы это выяснить, нам понадобятся долгие годы, технологические совершенствования и люди, готовые тратить свою жизнь на поиск решений для самых опасных и невероятных загадок Вселенной. Большинству этот объект известен как единая звезда. Однако на самом деле Сириус представляет из себя звездную систему, которая состоит из двух космических тел – Сириуса A и Сириуса B. Обе звезды вращаются вокруг общего центра масс на расстоянии приблизительно в 20 астрономических единиц. Для сравнения, это всего лишь на одну астрономическую единицу больше, чем расстояние от Урана до Солнца. Период их обороты вокруг центра составляет 50 лет. Первый компонент – Сириус A является видимой для нас звездой спектрального класса А1, которую на протяжении множества лет воспринимали как единственную в этой системе. По массе она примерно в два раза тяжелее нашего светила, а радиус на 71% – больше радиуса Солнца. Из-за своего близкого расстояния к нам Сириус A является одним из самых простых объектов для любительской астрономии. Звезда удалена от нашей системы на 8,6 светового года, а ее яркость в 25 раз превышает Солнечную. Кроме своих размеров и массы, данное небесное тело также превосходит нашу главную звезду и по уровню температуры, которая достигает 9940 кельвинов на поверхности, тогда как температура на Солнце доходит только до 5778. Наиболее интересной особенностью объекта является высокое содержание железа в его атмосфере, которое доходит до 316% от Солнечного, а данные спектра говорят о наличии других элементов тяжелее гелия. Вероятнее всего, обогащение этой звезды металлами произошло несколько десятков миллионов лет назад, из-за влияния соседнего объекта. Если же говорить о дальнейшей эволюции этой звезды, то Sirius A, вероятнее всего, будет существовать в нынешнем виде еще примерно 660 миллионов лет, после чего превратится в красный гигант, а затем в белый карлик. Несмотря на то, что сегодня науке известно всего несколько тысяч белых карликов, данный исход является типичным для звезд, относительно близких к нашему Солнцу по своим размерам и массе. Обнаружить такие объекты непросто, и это связано с низкой светимостью и малым диаметром. Однако ученые полагают, что их общее количество в нашей галактике может достигать 10 миллиардов, то есть около 5% всех звезд Млечного Пути. Второй компонент звездной системы Sirius как раз и является подобным объектом, и именно он стал первым обнаруженным белым карликом. Еще в 1844 году знаменитый немецкий астроном и математик Фридрих Бессель заметил, что траектория движения Sirius A периодически отклоняется от прямолинейной. Бессель объяснил это поведение влиянием некой скрытой массы, которая вместе со звездой вращается вокруг общего центра. Данная гипотеза была встречена скептически, так как из нее следовало то, что масса скрытого спутника должна равняться массе нашего Солнца. Однако через 18 лет, в январе 1862 года, предположение Бесселя подтвердилось. При испытании нового 46-сантиметрового рефрактора американский астроном Аливан Грэм Кларк открыл рядом с Сириусом маленькую звездочку, чье орбитальное движение соответствовало расчетам Фридриха Бесселя. Данная звезда получила название «Сириус-Би». Объект представляет из себя самый тяжелый белый карлик из всех тех, что известны науке и обладает примерно одной солнечной массой. Однако даже несмотря на такой внушительный для своего вида показатель, его объем более чем в миллион раз уступает Солнечному, а по размеру он сопоставим с Землей. Вероятнее всего, перед тем, как стать белым карликом, эта звезда прошла через два основных этапа развития – через период главной последовательности, а затем через стадию красного гиганта. Ученые считают, что процесс превращения Сириуса-Би в белого карлика произошел примерно 120 миллионов лет назад. А когда-то масса этой звезды достигала приблизительно пяти масс Солнца. На данный момент Сириус-Би обладает едва заметной светимостью, которая составляет 0,0026 от яркости Солнца и имеет очень высокую температуру поверхности, которая достигает 25200 Кельвинов. Поскольку этот белый карлик не имеет внутреннего источника тепла, со временем Сириус-Би будет постепенно охлаждаться, и в течение более двух миллиардов лет вероятнее всего превратится в гипотетический черный карлик. Правда, пока что наука не наблюдала такие объекты. В отличие от своего молодого соседа, эту звезду нельзя так же легко увидеть на нашем небе, из-за чего долгое время Сириус-Би был скрыт от науки. Только 15 октября 2003 года ученым удалось получить более точное изображение объекта с помощью космического телескопа Хаббла. На данном снимке можно увидеть обе звезды – более яркий Сириус-Эй и крошечный Сириус-Би. Данный объект входит в знаменитое созвездие Большого Пса и находится в южном полушарии нашего неба. Но увидеть невооруженным глазом его можно так же и в Северном. Из-за своей хорошей видимости история изучения Сириуса за множество лет постепенно обрастала легендами. Еще в Древнем Египте объект называли звездой Нила и связывали с именем богини неба Собдит, поскольку ее утренний восход предвещал разлив реки в дни летнего солнцестояния. Упоминания о звезде можно также найти в трудах римских ученых, Сенеки и Птолемея, которые описывали Сириус ярко-красным. К тому же этот объект также фигурирует в истории шумеро-аккадской китайской астрономии и также представляется как звезда красного цвета. Из-за подобных расхождений в описании Сириус получил печальную славу и в наше время стал причиной для появления множества псевдонаучных теорий. Временное покраснение звезды можно объяснить влиянием облака межзвездной пыли, которая делала проходящий через него свет красноватым и какое-то время находилась между Сириусом и Землей. Другим объяснением может быть вероятность нахождения в системе третьего компонента, период обращения которого равняется примерно 2000 лет. Подходя близко к Сириусу-Эй, гипотетическое небесное тело может вызывать покраснение этой звезды. Однако на данный момент ничего хотя бы отдаленно напоминающее такой объект не было обнаружено. В апреле 2018 года космическая организация НАСА запустила транзитный обзорный спутник экзопланет, сокращенно ТЭС, целью которого является обнаружение экзопланет, вращающихся вокруг ярких звезд. Поскольку Сириус – это молодая звезда, обнаружение планет вокруг нее маловероятно, но спутник будет собирать данные, которые помогут более подробно ее изучить. Даже если в этой системе все же есть хотя бы одна большая планета, то наличие на ней форм жизни невозможно из-за слишком короткого промежутка времени с момента формирования самой звезды. Кроме того, любые планеты в зоне обитаемости должны были быть выжжены, когда Сириус-Би находился в стадии красного гиганта, из-за чего шансов найти жизнь в системе практически нет. Вероятнее всего, Сириус является относительно молодой системой, и по современным оценкам ее возраст варьируется от 200 до 300 миллионов лет. Ближайшей к Сириусу звездой является Процион, расстояние до которого составляет 5,2 светового года. Солнце находится на шестом месте в этом списке. Однако со временем это может измениться. Все дело в том, что Сириус приближается к нашей системе со скоростью 7,6 километров в секунду, из-за чего видимая для нас яркость этой звезды постепенно будет расти. Сириус проводит самой яркой звездной точкой нашего неба еще много тысяч лет. После чего, скорее всего, этот процесс должен будет запуститься в обратную сторону, и звезда для нас начнет постепенно угасать. История изучения этого объекта неразрывно связана с одним из разделов астрономии. Астрофотографией, то есть способом исследования небесных тел, через снимки, сделанные с помощью специальных телескопов, которые еще называют астрографами. Наиболее активно данный метод стал развиваться в 1840 году, а первая сфотографированная с помощью астрографа звездой стала именно Вега. Изображение было получено 17 июля 1850 года в обсерватории Гарвардского колледжа. Вега представляет из себя самую яркую звезду в созвездии Лиры и занимает пятое место по яркости на нашем ночном небе. Она расположена на расстоянии 25,3 светового года от Солнца и является одной из ярчайших звезд на расстоянии до 10 парсек. Ее светимость превышает Солнечную приблизительно в 40 раз. Возраст звезды достигает 455 миллионов лет, что приблизительно в 10 раз меньше возраста Солнца. Вега также обладает сравнительно малым содержанием элементов, тяжелее гелия и, возможно, является переменной звездой из-за нестабильности в ее недрах. Эта звезда очень быстро вращается вокруг своей оси, а на экваторе скорость ее вращения по некоторым оценкам превышает 230 километров в секунду. Для сравнения, скорость вращения Солнца на экваторе достигает примерно 2 километров в секунду. Благодаря такому быстрому вращению Вега имеет форму эллипсоида, что делает ее похожей на яйцо. Масса звезды достигает 2,1 масс Солнца. Размер доходит до 2,4 радиусов нашего светила. Вега относится к спектральному классу A0V, что является белой звездой главной последовательности. Основной источник ее энергии – термоядерная реакция синтеза гелия из водорода. А поскольку массивные звезды расходуют водород быстрее, чем малые, продолжительность ее существования составит примерно 1 миллиард лет. То есть в 10 раз меньше времени жизни нашего Солнца. Вега обладает сравнительно небольшой металличностью, то есть в ее фотосфере находится малое количество элементов тяжелее гелия. Содержание таких элементов в веге составляет всего 32% от аналогичного показателя у Солнца, а в фотосфере Сириуса, к примеру, содержится в 3 раза больше металлов, чем в Солнце. Благодаря этому вегу можно отнести к звездам типа лямбды Валапаса. Причина же такой низкой металличности остается неясной. Возможно, это обусловлено тем, что в течение своей жизни вега теряла массу. Однако, как правило, такой процесс начинается лишь тогда, когда звезда доживает свой срок, и у нее заканчивается водородное топливо. Другой возможной причиной может быть то, что вега изначально могла быть сформирована из газопылевого облака с необычно низким содержанием металлов. Одной из важнейших характеристик для этой звезды является смещение линий в ее спектре. Как правило, если линии смещены в красную сторону, то звезда удаляется от наблюдателя. И чем больше это смещение, тем больше скорость ее удаления. Обычно для звезд это смещение невелико. Однако другого способа определить скорость их движения относительно Земли нет. Точные измерения красного смещения веги показали, что звезда очень медленно движется к нашей Земле. Скорость ее движения равна 19 километрам в секунду, что примерно соответствует скорости движения Солнца относительно соседних звезд. Хотя в данный момент вега всего лишь пятая по скорости звезда на нашем небе, с течением времени ее блеск будет постепенно расти из-за приближения к Солнечной системе. И примерно через 210 тысяч лет вега станет самой яркой из ближайших к Солнцу звезд. Основываясь на значении интенсивности инфракрасного излучения веги, ученые пришли к выводу о том, что вокруг нее расположен полевой диск, который вращается и разогревается благодаря излучению звезды. Вероятнее всего, он образовался в результате столкновения астероидных или кометных тел со светилом. Звезда также является прототипом так называемых инфракрасных звезд, то есть светил, у которых имеется диск из пыли и газа, излучающий в инфракрасном спектре под действием энергии звезды. Такие звезды, как правило, называют вегоподобными. Не так давно в диске веги ученые смогли выявить несимметричности, которые указывают на возможное присутствие около звезды, по крайней мере, одной планеты, размер которой может быть примерно соизмерим с размером Юпитера. В 2005 году с помощью космического телескопа Спитцер были получены изображения веги и окружающие ее пыли в инфракрасном спектре. Общая масса пылевого диска составляет 0,003 массы Земли. Предполагается, что объект, обладающий такой массой, не мог разрушиться и превратиться в пыль в результате столкновения с вегой. Более вероятным представляется вариант образования такого количества пыли при столкновении с объектами, обладающими меньшей массой, которые постепенно дробились, сталкиваясь с другими аналогичными телами. Время существования подобных пылевых структур не может превышать 10 миллионов лет. Если новые столкновения не происходят, они прекращают свое существование. Наблюдения с помощью инфракрасного телескопа Чара в обсерватории Маунт-Вильсон подтвердили наличие второго пылевого диска вокруг веги, который находится примерно в одном миллиарде километров от звезды. Эта пыль может являться результатом интенсивных столкновений между кометами и астероидами, или же быть формирующейся планетой. Возможно, именно она служит причиной предполагаемой переменности веги. Другие наблюдения, проведенные с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла, выявили вокруг звезды так называемый продолговатый яркий центральный регион, который располагался на расстоянии 70 астрономических единиц от веги. Предполагается, что данный регион может представлять из себя либо возмущение диска, вызванное гипотетической экзопланетой, либо быть неизвестным небесным объектом, целиком окружённым пылью. Однако последующие наблюдения привели учёных к выводу о том, что речь здесь идёт скорее об очень крупном облаке пыли и газа, который располагается вокруг звезды, и представляет из себя протопланетный диск с массой, превышающей массу Юпитера примерно в 12 раз, что соответствует лёгкому коричневому либо субкоричневому карлику. То есть планеты вокруг веги находятся в процессе формирования. И, возможно, кроме этих гипотетических гигантов, в системе могут существовать и планеты земной группы. Если учесть достаточно высокую светимость веги, можно предположить, что продолжительность её жизни на стадии главной последовательности составит примерно 1 миллиард лет, после чего она станет субгигантом, а затем красным гигантом. Завершающей стадии её эволюции будет сброс оболочек и превращение в белого карлика, а затем звезда начнёт постепенно угасать. К счастью, вега никогда не сможет превратиться в сверхновую. Ведь для этого ей не хватит массы, которая должна составлять как минимум 5 масс Солнца. Звезда будет оставаться такой, какой мы её можем увидеть сейчас ещё примерно 500 миллионов лет, до тех пор, пока у неё не закончится топливо. И на данный момент вега, как и наше Солнце, находится в середине своей жизни. Сегодня, даже несмотря на то, что данное светило является одним из самых изученных звёзд на нашем небе, вега по-прежнему скрывает в себе множество загадок. На протяжении следующих эпох она постепенно будет становиться к нам ближе, и вместе с тем, вероятнее всего, будут раскрываться и все её тайны. Когда-нибудь процесс её приближения к Солнечной системе подойдёт к концу, после чего она также медленно начнёт удаляться обратно. К тому времени учёные, вероятнее всего, уже будут знать всё про это светило, однако даже после того, как она навсегда исчезнет с нашего неба, её облик навсегда будет запечатлён в истории нашей науки. Раскалённый гипергигант Огненный шар способен истребить всё живое в радиусе двух с половиной миллиардов километров. Если допустить, что на карте звёздного неба существует красная точка, которой природа отметила самую большую загадку Вселенной, то у неё явно было чувство юмора. Замерцающей крупицей в недрах космического пространства скрывается настоящее преисподнее, в пять миллиардов раз превосходящее по объёму и в триста сорок тысяч раз ярче нашего Солнца. Много ли вы знаете о самой большой звезде во Вселенной? Пришло время разобраться в том, что представляет собой самый величественный гигант из когда-либо открытых человечеством. Юуай-щита Юуай-щита или Юуай-скути – красный гипергигант, находящийся в созвездии Щита, расположенном в одном из самых плотных облаков Млечного Пути. В двух градусах к северу от гаммы Щита и на северо-востоке от знаменитой туманности Орла. Рассчитать расстояние до самого созвездия невозможно, в силу того, что все его звёзды расположены на разной степени удалённости от Земли. Но современные технологии наблюдения позволяют нам предположить, что самая большая звезда во Вселенной находится от нас на расстоянии 9500 световых лет. А теперь отмотаем время немного назад. В ту эпоху, когда ночному небу ещё не мешал электрический свет. В 1860 году группа немецких астрофизиков во главе с Фридрихом Вильгельмом Аргеландером зафиксировала в звёздном каталоге боннского обозрения новый объект. Но из-за технологических ограничений, невозможности проведения более подробного исследования, учёные так и не узнали, что открыли самую большую звезду во Вселенной. Небесному телу дали краткое описание согласно универсальным законам астрономических атласов. Впервые звезда была отмечена в каталоге с аббревиатурой BD, имела порядковый номер 5055 и находилась между 12 и 13 градусами южной широты на небосводе, что в результате дало ей имя BD 125055. Истинные же размеры красного гипергиганта мир узнал намного позднее, в 2012 году, с помощью телескопа-обсерватории ALMA, находящегося в чилийской пустыне Атакама. Открытие такого масштаба действительно потрясло человечество. В течение одного дня Беттельгейзе, Виуай Большого Пса и НМЛ Лебедя оказались смещены с пьедестала почёта звездой BD 125055, которая, как выяснилось позже, вот уже более сотни лет была вписана во все звёздные каталоги. Когда астрономы взглянули на BD 125055 во второй раз, уровень её светимого излучения уже не был прежним, что позволило сделать следующий вывод. Перед учёными была переменная звезда. Более того, пульсирующая переменная звезда. Светимость переменной звезды напрямую зависит от физических процессов, происходящих вблизи неё. Причинами такого изменения блеска звёзд могут быть радиальные и нерадиальные пульсации, хромосферная активность, периодические затмения звёзд в тесной двойной системе и в том числе катастрофические процессы, такие как взрыв сверхновой. Гипергигант был быстро переименован и вошёл в историю под тем именем, которое мы знаем сейчас – 38-я переменная звезда в созвездии Щита. А именно – UI-щита. На пике пульсации его радиус достигает 1900 радиусов Солнца, а объём превосходит величину главной звезды нашей системы в 5 миллиардов раз. Но размер звезды не всегда пропорционален её массе. Несмотря на свою внушительную величину – от 7 до 8 астрономических единиц в диаметре – UI-щита даже не входит в список самых массивных звёзд. Её масса находится между 7 и 10 единицами массы Солнца. Однако, несмотря на это, красный гипергигант всё ещё страшно далёк от рекордсмена R-136A1 в Большом Магеллановом облаке. О нём мы подробно рассказали в прошлом ролике. Звучит парадоксально. По своим характеристикам, R-136A1 и UI-щита практически уравновешивают друг друга в обратной пропорции, как старые конкуренты, каждому из которых выпадает шанс обыграть соперника на домашнем поле. Масса R-136A1 равняется 300 солнечным массам, что в 30 раз больше, чем у UI-щита. В то же время, максимальный радиус пульсирующей UI-щита больше радиуса самой тяжёлой звезды почти на полторы тысячи единиц. Хотя есть здесь один подозрительный момент. Согласно существующим моделям эволюции звёзд, начальная масса такой звезды, как UI-щита, должна быть значительно больше – около 25 единиц – и при этом постоянно находиться в процессе сгорания. Её нынешняя масса меньше этого значения почти в три раза. Это значит, что она является не только самой большой, но и самой быстро сгорающей звездой из ныне известных науки. Впрочем, на этом феноменальные особенности красного сверхгиганта не заканчиваются. Догадавшись, что звёзды – это далёкие Солнца, астрономы уже сотни лет назад начали рассуждать о том, что там тоже могут существовать планетарные системы. Но обнаружить их невероятно тяжело, несмотря на развитие научного прогресса. На сегодняшний день около UI-щита присутствие планет обнаружить не удалось ни одним из существующих методов. Возможно, это связано с колоссальными размерами звезды, а возможно, с её удалённостью от точки обзора. Тем не менее, по расчётам астрофизиков, обитаемая зона вокруг UI-щита при её гигантских размерах будет составлять от 700 до 1300 астрономических единиц. В километрах это число звучит просто невероятно – 149 миллиардов пятьсот девяносто восемь миллионов километров. Для сравнения, зона обитаемости в Солнечной системе находится на расстоянии от 0,95 до 1,37 астрономической единицы от Солнца, что примерно в тысячу раз меньше. Если живая планета появится на безопасном расстоянии, скажем, в 950 астрономических единицах от UI-щита, год на ней будет длиться 9600 земных лет. UI-щита – яркий красный гипергигант спектрального класса М4ЛА. Температура его поверхности может достигать максимум 3500 градусов по Кельвину. Возможно, через несколько тысяч лет UI-щита значительно увеличит свою температуру и светимость, став звездой Вольфорайе или голубым сверхгигантом. Особенности расположения звезды в пределах ее галактики указывают на то, что она богата металлами. А значит, когда UI-щита окончательно избавится от гелия, сплавление тяжелых элементов приведет к тому, что ядро звезды будет производить железо, и тем самым нарушит баланс, необходимый для того, чтобы поддерживать ее в условиях собственной гравитации. И вот тут начинается самое интересное. Теоретически, у нас есть несколько вариантов развития событий. Если при сжатии излучаемая энергия и температура звезды будут увеличиваться, мы получим голубого сверхгиганта. Если ее водород выгорит, устойчивость внешних слоев нарушится из-за избыточной светимости, но масса останется прежней. UI-щита станет звездой Вольфорайе с красивыми облаками газа, которые останутся в результате потери вещества. Но есть и третий вариант. Когда звездное ядро больше не поддерживается гравитацией, оно буквально падает на себя со скоростью, достигающей 70 тысяч километров в секунду. Это приводит к быстрому росту температуры и плотности. После того, как материал для термоядерных реакций заканчивается, звезда теряет свою механическую устойчивость и начинает с увеличивающейся скоростью сжиматься к центру. Если растущее внутреннее давление останавливает гравитационное сжатие, то центральная область такого небесного тела становится сверхплотной нейтронной звездой, что может сопровождаться сбросом оболочки и наблюдаться как вспышка сверхновой. Звучит устрашающе. Но даже если это случится, смертоносный выброс энергии, произошедший за тысячи световых лет от Солнечной системы, никак не отразится на обитателях Земли. И несмотря на то, что открытие опаснейших в своем роде небесных гигантов, таких как ЮАЙ-щита, всякий раз будет причиной для тревог, расстояние, которое отделяет нас от них, можно считать еще одним подтверждением теории об исключительных условиях существования жизни на нашей планете. И самая большая звезда во Вселенной еще на долгие годы останется алой мерцающей точкой для каждого человека, который с наступлением темноты поднимает взгляд к небу. За всю историю научных достижений люди не раз сталкивались с явлениями, размеры которых выходят за рамки существующих измерительных практик. Трудно представить, сколько неразгаданных тайн скрывает далекий космос. Согласно официальным данным, пространство обозримой Вселенной составляет около 93 миллиардов световых лет. Но что, если существует структура, диаметр которой равен 1 девятой всего, что мы когда-либо успели увидеть в космосе? Много ли мы знаем О великой галактической стене Геркулес. Все началось в конце 20 века. С 1997 по 2012 год группа ученых из Национального университета в Будапеште и Чарльстонского колледжа в Южной Каролине вела наблюдение за всплесками гамма-излучения. Эти всплески – следствие мощных выбросов энергии в наблюдаемой Вселенной. Они происходят на огромных и удаленных звездах, вращающихся с высокой скоростью. Такие вспышки очень редки. В галактике размером с Млечный Путь они случаются раз в несколько миллионов лет. И в исключительных случаях большое количество всплесков гамма-излучения означает высокую концентрацию материи и, соответственно, наличие большого числа галактик. В 1997 году Иштван Ховард и Желтбогой разделили небо на 9 частей, в каждой из которых исследовались такие вспышки. На протяжении нескольких лет ученые анализировали полученные данные и в результате пришли к выводу, что в одном из секторов их частота сильно превышает показатели остальных частей. 14 вспышек гамма-излучения оказались распределены в области созвездий Геркулеса и Северной Короны с угловым радиусом в 45 градусов и показателем красного смещения от полутора до двух. Это означает, что в таком регионе могут находиться тысячи, а то и миллионы галактик. Так, в ноябре 2013 года была открыта Великая Стена Геркулес. Крупнейшая структура в наблюдаемой Вселенной. В прошлых роликах я уже рассказывал о самых крупномасштабных явлениях космоса и, в частности, о галактической стене Босс. Мы существуем внутри множества подсистем локальных скоплений и суперкластеров, которые в итоге соединяются в грандиозную структуру, состоящую из галактических нитей и таких же галактических стен. На сегодняшний день их известно меньше десятка. Великая Стена Геркулес бросает вызов существующим научным теориям, благодаря своим размерам опережая все, что когда-либо было открыто человеком в космическом пространстве. Геркулес Северная Корона состоит из групп галактик, включенных в гравитационные взаимодействия, и имеет протяженность 10 миллиардов световых лет в своем наибольшем направлении и 7 миллиардов 200 миллионов световых лет в наименьшем. Это значит, что она в 10 раз больше галактической системы Босс, в 20 раз больше суперкластера Ланиакея и в 83 тысячи раз больше Млечного Пути. Согласно последним исследованиям, в состав Стены Геркулес Северная Корона может также входить порядка полутора миллиарда галактик, а ее масса составляет 10 в 20 степени или 100 квентиллионов масс Солнца. Как только информация о совершенном открытии увидела свет, начались споры. Ученые просто не могли поверить в то, что нечто настолько огромное может существовать во Вселенной. И на то были свои причины. Согласно космологическому принципу, наша Вселенная изотропна. Это означает, что каждый наблюдатель в одно и то же время, независимо от места и направления, видит в среднем одну и ту же картину. Отсюда следует и однородность самого пространства, то есть отсутствие во Вселенной каких-либо точек симметрии. Где бы мы ни были, вещество в крупных масштабах всегда будет распределено одинаково. На этих положениях основывается множество теорий, в рамках которых сегодня проводят свои расчеты большинство мировых научных сообществ. Однако обнаружение такого объекта, как галактическая стена Геркулес, ставит эти законы под сомнение. Согласно космологическому принципу, существование объектов, чей размер превышает 1 миллиард и 200 миллионов световых лет, невозможно. Эта цифра долгие годы считалась предельной и получила название End of Greatness, или Конец величия, буквально ограничив допустимую величину гипотетически существующих во Вселенной объектов. Тем не менее, сегодняшние данные позволяют нам перечислить как минимум несколько подтвержденных галактических скоплений, превышающих эту норму. Обнаруженная еще в 2003 году Великая Стена Слоуна вплоть до 2012 года считалась самым крупным объектом во Вселенной и имела размер 1,37 миллиарда световых лет. Громадная группа квазаров Илью-27 уже 4 миллиарда. Обнаружение гигантской крупномасштабной структуры, такой как Стена Геркулес, поставило под удар сам космологический принцип. Согласно существующей модели LAMBD-CDM, возраст нашей Вселенной варьируется в диапазоне 13,75 плюс-минус 11 сотых миллиарда лет. Это значит, что мы наблюдаем галактическую стену Геркулес, северная корона в том виде, в котором она появилась спустя всего 3,75. миллиарда лет после предполагаемого момента возникновения Вселенной. Сегодняшние эволюционные модели не допускают на этом этапе формирования сложных и массивных объектов. И до сих пор не существует гипотезы, которая дала бы объяснение тому, как за такой короткий срок могла появиться настолько большая структура. По своему устройству, такие объекты напоминают паутину или сложную систему сосудов, включающую в себя галактические скопления и пустоты. Галактики формируются в группы и сверхкластеры благодаря гравитационному взаимодействию. Такие скопления содержат огромное количество газа, еще большее темной материи, образуя узлы, связанные в единую космическую сеть. Компьютерные модели показывают, что такая сеть ведет себя, как строительные леса Вселенной, обеспечивая основу для развития звезд, галактик и кластеров. Формирование космической паутины управляется темной материей, а самые крупномасштабные структуры – скоростью расширения и темной энергии. В свою очередь, небольшие объекты, расположенные вдоль нитей, образуются благодаря коллапсу обычной материи, подверженные электромагнитным взаимодействиям. До октября 2019 года ученые не наблюдали нити напрямую, поскольку их очень трудно заметить из-за более яркого сияния окружающих галактик. Но недавно, благодаря самым чувствительным телескопам, им удалось сделать первую в мире фотографию галактической паутины. Такое открытие позволило в корне переосмыслить механизм образования космических структур. Согласно распространенной ранее теории, появление скоплений вторично. Ученые долгое время верили, что в первую очередь должны были появиться сами галактики, вступившие в гравитационные воздействия и создавшие более обширную систему. Однако сейчас гипотеза о том, что первыми были именно галактические нити, набирает все больше аргументов в свою пользу. В ходе наблюдений за массивным протокластером ССА-22 исследователи обнаружили, что перекресток между огромными нитями стал местом возникновения активного галактического ядра, а следом за ним – самих галактик. Мы исследуем космическое пространство всего несколько десятилетий. Но за это время успели дотянуться до пределов, существование которых наши древние прародители считали невозможным, а наши ближайшие предшественники – недостижимым. Если переложить время жизни человека как вида в 24 часа, то за последние секунды до полуночи мы успели покорить открытый космос, достигнуть границ Солнечной системы, доказать существование черных дыр и, не покидая пределов своей галактике, открыть структуры в миллионы раз грандиознее, чем все, что мы знали раньше. Жизнь человечества невообразимо коротка в масштабах Вселенной. Но велика вероятность, что именно нам удастся постичь тайну ее возникновения. Стать свидетелями открытий, которые еще не один раз перевернут наше представление о том, чему сотни лет назад древние греки дали имя «Порядок» и что мы сегодня называем «Космосом». Как правило, темной материей называют гипотетическую форму вещества, недоступную для прямого наблюдения. Считается, что она может составлять основную часть от всей массы энергии во Вселенной и проявляется только в гравитационном взаимодействии. Изначально данное понятие было введено для того, чтобы объяснить проблему скрытой массы для некоторых галактик, а впоследствии определение основательно закрепилось в нашей науке. Состав и природа темной материи до сих пор неизвестны, а наиболее вероятными кандидатами на роль ее частиц считаются гипотетические вимпы, которые даже несмотря на их активные поиски пока не были обнаружены. Первые предпосылки для поиска темной материи стали появляться еще в 1929 году, после открытия Эдвардом Хабблом красного смещения, в результате которого стало ясно, что Вселенная постоянно расширяется. Одной из тем, которая наиболее сильно взволновала исследователей в то время, был вопрос о том, как долго будет продолжаться этот процесс и какую роль в этом может играть невидимое нам вещество. Данный интерес был связан с тем, что силы гравитационного притяжения, действующие между отдельными частями Вселенной, стремятся затормозить разбегание этих частей. Исход этого торможения зависит от суммарной массы Вселенной. Если она достаточно велика, силы тяготения постепенно остановят расширение, и оно сменится сжатием. В результате Вселенная схлопнется в точку, из которой когда-то начала расширяться. Однако существует и обратный исход, который случится, если масса Вселенной всегда будет меньше критической. В таком случае расширение будет продолжаться до бесконечности. Вплоть до 70-х годов 20-го века второй исход считался общепринятым, и наиболее вероятным прогнозом для нашей Вселенной была тепловая смерть. То есть такое состояние системы, в котором уже ничего и никогда не сможет произойти. Единственным утешающим фактом было то, что достичь такого состояния Вселенная должна только через сотни миллиардов лет. И человечеству об этой мрачной перспективе пока что незачем беспокоиться. Но как быть с неизвестной темной материей? Довольно скоро ученым стало ясно, что истинная масса Вселенной значительно превышает ту, которую можно назвать видимой. И, возможно, она может быть уже близка к критической. Или же в точности равна ей. Даже несмотря на то, что окончательно присутствие темной материи впоследствии так и не было экспериментально доказано, вероятность скорого схлопывания нашей Вселенной не отпускала внимания ученых. А следующее важное свидетельство присутствия этого таинственного компонента было получено из расчетов, моделирующих процесс формирования галактик, который начался примерно через 300 тысяч лет после Большого взрыва. Данные расчеты показали, что силы гравитационного притяжения, которые действовали между разлетающимися осколками, возникшей при взрыве материи, не могли скомпенсировать кинетической энергии разлета, и вещество просто не должно было собраться в галактике, которую мы наблюдаем сегодня. Эта проблема получила название «галактический парадокс», и долгое время ее считали серьезным аргументом против теории Большого взрыва. Однако, если предположить, что частицы обычного вещества в ранней Вселенной были перемешаны с частицами невидимой темной материи, то в расчетах все становится на свои места. И теоретически формирование галактик из звезд, а затем скопление из галактик становится возможным. При этом вычисления также показали, что сначала в галактике собиралось огромное количество частиц темной материи. И только потом, за счет сил тяготения, на них скучивались элементы обычного вещества, общая масса которого составляла лишь несколько процентов от полной массы Вселенной. Получается, что знакомый, казалось бы, изученный до мельчайших деталей мир – это только небольшая добавка к чему-то, из чего в действительности состоит Вселенная. И весь наш видимый космос является всего лишь ширмой для громадного нечта. Так или иначе, общая теория относительности однозначно связывает темп расширения Вселенной со средней плотностью вещества, заключенного в ней. В предположении о том, что средняя кривизна пространства равна нулю, его плотность должна быть равна 10 минус в 29 степени граммам на кубический сантиметр. Однако плотность видимого нам вещества примерно в 20 раз меньше. Недостающие 95% от массы Вселенной вероятнее всего приходятся на темную материю и темную энергию. А если плотность Вселенной в действительности равна критической, это не может быть случайным совпадением, а представляет собой следствие фундаментального неизученного свойства нашего мира, которое нам еще только предстоит понять и осмыслить. Что же нам известно об этих 95% массы Вселенной сегодня? К сожалению, почти ничего. Однако уже сейчас мы можем сказать, что темная материя, скорее всего, действительно существует. В качестве главных кандидатов на ее частицы выступают WIMP, или Weekly Interactive Massive Particles, далее ВИМП. Их особенность состоит в том, что они почти никак не проявляют себя во взаимодействии с обычным веществом. И именно поэтому ВИМП можно назвать самой настоящей невидимой материей, которую чрезвычайно тяжело обнаружить. Предположительно, их масса должна быть как минимум в десятки раз больше массы протона. Однако поиски данных частиц ведутся уже более 25 лет. Если такие частицы действительно существуют, то Земля и Солнце в своем движении по орбите вокруг центра галактики должна лететь сквозь дождь, состоящий из них. И даже несмотря на то, что ВИМП чрезвычайно слабо контактирует с другими частицами, малая вероятность взаимодействия с обычным атомом у них все же есть. Один из используемых сегодня методов поиска ВИМП основан на предположении о том, что в течение миллиардов лет своего существования различные астрономические объекты должны были захватывать ВИМП, скапливать их в своем центре и рождать в итоге поток нейтрина. Попытки детектирования избыточного нейтринного потока из центра Земли в направлении к Солнцу были предприняты на подземных и подводных нейтринных детекторах, расположенных на нашей планете. Но, к сожалению, пока так и не привели к положительному результату. Возможно, успех в поиске ВИМП будет достигнут с помощью ускорителей элементарных частиц, таких как Большой Адронный Коллайдер. Ученые считают, что разогнав частицу до очень высокой скорости и столкнув ее с другой, можно ожидать рождения пар других частиц и античастиц, в том числе и таких как ВИМП. Так или иначе, наш мир, вероятнее всего, на 95% состоит из чего-то, о чем мы почти ничего не знаем, и отношение к этому факту у всех может быть разным. Это может вызывать тревогу, которая всегда сопутствует встрече с чем-то неизвестным. Или же огорчение от того, что долгий и сложный путь построения единой теории, описывающей свойства нашего мира, привел к констатации того, что большая часть Вселенной скрыта от нашего взора. Однако большинство физиков, наоборот, испытывают сильное воодушевление. Как показывает опыт нашей науки, все загадки, которые ставила перед человечеством природа, рано или поздно решались. И каждая из них приносила совершенно новые знания и понятия, о которых ранее люди не имели никакого представления. Несомненно, когда-нибудь будет раскрыта и тайна темной материи, а если это случится в обозримом будущем, вы, дорогие подписчики, узнаете об этом одними из первых. Межзвездные перелеты всегда являлись заветной мечтой человечества. С тех пор, как в космос был запущен первый искусственный спутник Земли, прошло уже более полувека. И за это время земные аппараты смогли удалиться от нашей планеты на действительно рекордные расстояния. Одними из первых данную задачу осуществили вояджеры. Максимальная скорость при перемещении которых достигла 62 140 км в час. Следующим сверхбыстрым зондом можно назвать аппарат ЮНО, на чья скорость при полете к Юпитеру достигла 250 000 км в час. А запущенный не так давно Паркер Соларпроуп и вовсе способен преодолевать до 700 000 км в час. Как правило, скорость подобных аппаратов достигается за счет гравитационных маневров. То есть процесса, при котором зонд выходит на орбиту выбранного объекта и разгоняется с его помощью. Такой метод хорошо работает в пределах нашей системы. Однако для того, чтобы путешествовать к звездам, ученым все равно придется искать иные стратегии. Так как при движении в межзвездном пространстве небесных тел может встретиться не так много, как в нашей системе. Вполне вероятно, что в будущем земные аппараты смогут приблизиться к максимальной возможной скорости движения во Вселенной. Однако на данный момент перемещаться так быстро способен лишь свет. Его скорость традиционно считается предельной и всегда равняется 299 792 458 метрам в секунду. Любая частица, обладающая массой, никогда не сможет достичь этой отметки. А безмассовая в вакууме всегда должна перемещаться именно с такой скоростью. Долгое время концепция двигателя, который будет способен развивать скорость выше световой, вызывала только смех в научном сообществе. О полетах к соседним звездным системам не принято было даже и говорить. Но со временем багаж человеческих знаний пополнялся, и даже самые смелые идеи в теории становятся возможны. Первым проектом такого масштаба стал широко известный благодаря фантастическим фильмам «Варп-двигатель» или «Варп-драйв». Его история началась с 1994 года, когда мексиканский физик Мигель Алькубьерре предположил, что концепцию сверхсветовых перемещений можно рассматривать как теоретическое решение уравнения поля Эйнштейна, описывающее взаимодействие пространства, времени и энергии в нашей Вселенной. Если предельно упростить идею мексиканского физика, то речь в ней идет о таком способе перемещения, в ходе которого вокруг космического корабля создается пузырь пространства. Находящийся внутри него «Варп-двигатель» сжимает пространство перед пузырем и расширяет позади, позволяя кораблю при этом оставаться неподвижным. Таким образом пузырь получает возможность перемещаться вместе с кораблем на неограниченной ничем скорости, превышая даже скорость света. Это движение можно сравнить с перемещением на доске для серфинга, в ходе которого движется не сам человек, а серф, толкаемый волной. В конце прошлого века данная идея могла показаться псевдонаучной, однако теоретически это было возможно благодаря лазейке в законах физики. Ведь в данной концепции движется не сам объект, а пространство вокруг него. Оно способно двигаться намного быстрее скорости света. Со временем ученые узнавали все больше информации о свойствах пространства времени, и идея варп-двигателя продолжала собирать внимание многих ученых. В 2007 году благодаря проекту Gravity Probe B было окончательно доказано, что пространство действительно способно искривляться вблизи массивных тел. А в 2015 с помощью обсерватории Лига впервые были зафиксированы гравитационные волны, представляющие из себя возмущение метрики пространства времени, которые могут быть описаны как рябь пространства. Еще в августе 2008 года Министерство обороны США предложило десяткам научных групп заняться рассмотрением вопросов перспектив исследования новых аэрокосмических технологий. Среди представленных работ наиболее интересной являлся доклад, посвященный варп-двигателю, авторы которого предположили, что его создание будет тесно связано с изучением темной энергии силы, заставляющей Вселенную расширяться с увеличивающейся скоростью. Тогда этот доклад вызвал немало споров среди специалистов по темной энергии, однако спустя 10 лет о идее варп-прыжка заговорили вновь. В 2019 году американский инженер Джозеф Агнию поделился результатами своей работы, в ходе которой он смог объяснить то, что теория движущей силы варп-прыжка является довольно простой. По его мнению, для запуска варп-деформации необходим такой способ расширения и сжатия пространства времени, который сможет работать направленно и в определенное время. На данный момент создание таких технологий кажется невозможным. Но уже сегодня ученым известно, что энергия очень высокой плотности способна вызвать необходимые искривления в пространстве времени. Вероятнее всего, в будущем науке придется максимально усовершенствовать оборудование, генерирующее такие формы энергии. А это значит, что результатов подобных экспериментов ждать придется еще не одно десятилетие. Однако, помимо футуристического варп-двигателя, в теории существует еще немало не менее интересных и более реальных разработок. Одно из них можно назвать ионно-реактивный двигатель, разработкой которого сегодня уже занимается несколько организаций. Принцип работы такого устройства заключается в ионизации газа и его разгоне электростатическим полем. Так как ионы имеют массу, их можно разогнать, создав тем самым реактивную тягу. Ионный двигатель имеет некоторый запас газа, который ионизирует, то есть разбивают нейтрально заряженные атомы газа на отрицательные электронные положительные ионы с помощью газового разряда. Далее ионы разгоняются электрическим полем с помощью специальной системы сеток, и эта же система блокирует движение электронов. После того, как положительные ионы вылетают из сопла, их нейтрализуют отрицательными электронами, чтобы ионы не притягивались обратно к двигателю, и тем самым не снижали его тяги. В теории данный метод позволяет разогнать ионы до 210 километров в секунду, что значительно превышает скорость частиц в химических реактивных двигателях, используемых для всех сегодняшних космических и военных ракет, которая составляет примерно 4 километра в секунду. На данный момент существующие двигатели такого типа являются слишком маломощными и могут применяться только для корректировки орбиты. Однако, если в будущем ученым удастся создать более мощный вариант ионного двигателя, он поможет космическим кораблям достигать поверхности Марса всего за 39 дней, что примерно в 7 раз быстрее нынешнего стандартного времени пути до Красной планеты. Другим возможным вариантом для полета к соседним небесным объектам могут стать путешествия с помощью ядерных реактивных двигателей, которые будут работать благодаря источнику, нагревающемуся за счет распада радиоактивного вещества. Данный подход уже пытались применять в начале космической эры, однако до сих пор это сдерживалось во-первых, использование таких технологий приведет к нежелательным выбросам большого количества радиоактивного вещества на орбиту. А во-вторых, ядерный двигатель будет требовать серьезного охлаждения, которое в космосе будет тяжело получить. На данный момент науке доступны только слабые ядерные двигатели, разработкой более мощных и безопасных версий уже занимается несколько стран. Например, в 2017 году НАСА и компания BWXT нуклеар-энерджи заключили контракт на разработку подобной технологии, которая потенциально позволит земным аппаратам достигать планет вроде Сатурна в течение нескольких месяцев. Возможно, уже следующее поколение человечества застанут то время, когда люди будут свободно перемещаться по нашей системе и в течение нескольких месяцев преодолевать огромное расстояние между планетами. Однако не стоит забывать, что почти все перечисленные проекты на данный момент являются только теорией, и их реализация имеет равный шанс на успех и на проигрыш. Человек будет всегда стремиться перепрыгнуть через границу, установленную для него окружающим миром, и когда-нибудь одна из этих попыток окажется удачной. Вполне вероятно, что подобный прорыв случится и в наше столетие. Ну а пока мы можем только удивляться с открытием сегодняшней физики и надеяться на то, что история человечества не закончится на нашей планете. В этом видео я рассказал вам про самые интересные объекты или явления, которые наблюдала наша наука. Однако в более подробном разборе все они могут оказаться намного сложнее и необычнее, чем кажется на первый взгляд. Так или иначе, сегодня человечество не стоит на месте. И наши ученые делают все, чтобы уже скоро мы смогли рассуждать о таких теориях, как темная материя или сверхсветовая скорость более уверенно. И возможно именно эти знания проложат дорогу в наше удивительное космическое будущее. Субтитры Игорь Негода Продолжение следует...